Сейчас происходит вернисаж. Лоскутная жива, кстати, у нас в Москве. Очень долго готовилась, это долгожданная выставка. И вот, наконец, сегодня она открывается для нас большой праздник. Это моё творчество, которое выражает фольклорный дух. Не только российский, но вообще. Потому что фольк — это очень мода, которая долго живущая. И всеми любимая, и всеми понимающая. Поэтому я делаю ассоциативные вещи. В общем, напоминают о какой-то народности или там случая. Я, например, работаю, ни на кого не похожая. Поэтому мне говорят, что мои вещи, они принесат всем народностям. Ставши меня в этот году, занимаются 60 лет. Ставши дизайном я занимаюсь в 30 с лишним лет, последних. И, в общем, очень люблю это. И мне всё хочется продолжать, продолжать. И объект необъятное. Работать с этим кусочком у меня получается полотно такое цельное. Да-да-да, локтная техника. Мотивы разные. Что мне в голову, какие мысли, какие задачи я ставлю, принципы. Понимаете, эти техники, вот эта лопечёрка, они разные. Бывает регулярная. Например, полоски, видите, полоски. Потом квадратики регулярные, как вот сады, эти самые, тоже регулярные. Бывает крэзи квилд, вот как вот на стене, там, висит, видите, из разных вот такой вот. Вот я, например, разделька смотрю, и мне кажется, какой-то дремучий такой лес. И по нему можно шагать. Здесь квадраты, они все разные. Прямоулы, они все, и квадраты, прямоугольники, там, крашка, она вся разная. Потому что мне, например, что-то туда, или там, где лечить одинаково полотно, вот это делается как полотно, красивое полотно. Потом дыряются на весь. Вот сначала я сделала пальто, целиком и полностью, вот, допустим, полотно, расклёжное пальто из этого сада. Вот мне так не понравилось, что оно как панцирь стоит, и я его разрезала. И вот получилось вот это вот. Разрезала и вставила туда вот это множество кусочков, и получилась вот эта прекрасная, вот, моя коллега, видите, когда она... Случилась? Да, она тем не менее, сфером, фиолетовым, сфером, сферным, это все очень хорошо. Поэтому, когда одеваешь эту вещь, в нее выживаешься и выживешь. А вот так, я говорю, первую шляпку, которую я сделала, сапочку, с отрогами, и получат у меня, и она получат, потому что это дело полотное. Но, просто, везде, но издалека это все сливается, и ничего не видит. И мы говорим, ну ладно, сделаем, чтобы было видно. Сделала вот эти красные, там, вот так вот. Вот это очень хорошие, ярко-красные, они какие-то взрывные, такие, там, радостные, хочется танцевать, там. И вот, как это было в киторах, хочется двигаться, но не из-за цвета, а из-за... Да, из-за радости, ощущения. Я очень люблю танцевать, и, в общем, танцую до сих пор. Вот, когда я была в этом моменте, и, значит, там вот был селед квилтеров Нью-Йорка. И там вот японка занималась, так она, значит, у нее перед залом стоял скрипач и играл. Поэтому вот ее, эти самые квилтеры, такие большие панели, были действительно, как музыка, который вот играл вот этот самый декан. Да, поэтому вот и в данном случае, несмотря на то, что я уже много-много лет занимаюсь, тем не менее, понимаете, у меня самая любимая занятия – это работать именно в печке. И я вот выражаю то, что вот в этих тряпочках, ну вот, мне кажется, это очень интересно, и действительно задумывающее. Потому что каждое платье имя имеет свое. Имя? Имя. А, и платье, кто дает имя. А вот она приносит его ко мне, когда мы смотрим, я говорю, «Платье, женщина». То есть они сами говорят, платье сами говорят. Вот она открывает уже готовое платье, и мы смотрим, и вот оно само идет для имя, понимаете, вот от него, мы его не придумываем. Так здорово. Да, и наши постоянные клиенты-покупатели так и называют. Я сегодня буду в Сапфире, я сегодня буду в Женке. Это не значит, что там все же, ничего жемчужного нет. Оно, она делает ткани, причем иногда, вот Татьяна Николаевна говорила про печь ворк, но иногда она делает однородное бахотное платье, но она там пропускает всевозможные шнуры, делает какие-то эти обороты и твой, чтобы платье, ткань начинает по-другому гореть, понимаете? И вот смотришь, как жемчужина. Да, вот это, знаете, вторую ткань, детяду, жизнь за ткани, понимаете? Это не просто она сделает. Мне кажется, всегда вот жалко просто отзывить. Из нескольких тканей делается свою ткань, она эту ткань заставляет. Это фантастика, это фантастика. Я, например, не устаю посещаться. Просто жить интересно, заниматься интересно, доставлять радость своим трудом окружающим, и потом чувствовать удовлетворение, понимаете? Потому что без удовлетворения своим трудом вы никогда не постигнете радость, что вот труд, чтобы тот человек, когда нам было, когда нам было там по 18, по 18 лет, мы думали, господи, говорю, ну и что такое ужасное, это труд, значит? Как он может там создавать человека? Это только одна усталость, это только это. А сейчас я, как я не устаю, как я не это, А вот для меня лично просто вот сидеть, и чтобы меня никто не откликал, я углубилась по сосредоточу, что надо обязательно, потому что без этого никакое там творчество не получается. Потому что вы должны уйти в себя. Я набираю, ну, так сказать, информации по ходу жизни. По ходу жизни. Если я смотрю в умолы, я никогда там, понимаете, не записываю, не это, но некоторые меня трогают, вот, допустим. И вот он меня преследует, этот образ. Я когда-то там заметила, что вот этот, он меня, значит, долго напоминает эти кемки, и в конце концов, он выливается не так, как он так, но чем-то выливается. Они всегда очень современные. Вот мое, наверное, очень хорошее качество, что-то, что я соединяю современность и вот мои заказчики, которые, и покупатели, понимаете, я делаю не, не, как они просят, а как я им предлагаю, понимаете? И вот они захотят, значит, они берут, не захотят, они понимают, они уже научились. У меня уже несколько лет, я провожу вот ежемесячные показы, беседы, так что у нас такое, не все, что там салон продажа и все, но салон такое общение, салон взаимопонимания, и, естественно, учеба, одеваться, они все очень меняются по образу. Просто вот я смотрю, и, ну, неужели это вот женщина, которая два года там, например, там, пришла ко мне, а сейчас она совсем другая. А сейчас дочка, внучка, я мама, это отдельная. Ну, я в своем направлении, да, в твоем направлении, чем, конечно, это более балансовое, в состоянии, может быть, еще немножко, если я тогда закончила помощь художник-отельяр, и я думаю, что ей очень нравится, потому что как-то вот она еще не совсем определилась, потому что еще рано будет, потому что она обязательно найдет себя, потому что интерес у нее очень такой жаркий, понимаете, она хочет, она хочет, она хочет, вот это я, она говорит, да, она, когда ждала, мне хочет обезьяничать, мне обезьяничать. Я хочу добавить, что многие ее постоянно клиенты, которые стали ее постоянно, в том числе и я сначала была клиенткой, были другие модельеры, у нас там в доме моделей очень много, потихонечку-потихонечку перебрались к ней, уже другие вещи носить не хотим. Открывайте, были, вот мои клиенты, были, Мариза, она говорит, что мне с противоположной стороны улицы и отвечает, мадам в шляпке, мадам в шляпке, она в мою шляпку приехала, вот сейчас, я расскажу, у меня такой случай, у меня всегда, что весна, ну, естественно, у нас у всех много других моделей, все, но особенно вот это, оно приносит какую-то вот радость и жду весны. Как-то я была в Южной Корее, там, задерживался в самолете, я стою, понимаете, то откладываю, то нет, и вот мы все запаренно сидим вот в этой бальнике, и вдруг по мне подходит женщина говорит, вот единственное удовольствие, вот в этой кутерьме три часа смотреть на ваше пальто, это произведение искусства. Вот именно пальца, вот это не на вас. Нет, а корейцы, когда встречали меня в Севуле, там стеклянные же вот эти чаши, вы знаете, они такие маленькие, и я иду, и вдруг кричат, Маргарет, какой красивый полдон, а я кричу, а Маргарет, тоже красивый. И главное, главное, они говорят, это корейские мотивы, в Италии я была, мне говорят, это итальянские, потому что это, понимаете, это не русская, это этника. Этника нас всех связывает, она всех нас связывает. Каждая этническая группа начинает сидеть в американцев, русских, у каждого свое, у вас куклое, но оно объединяется, оно в красоту. Нет, ну что, человек рассказывает через вот эти произведения. Нет, ну рассказывает. Проказает гармонию, понимаете, она, вот, например, если у меня что-то там не получается, я чувствую, что я не знаю, что, не знаю, что, вот пока я не пойму. Что? Я не успокоюсь. И поэтому люди, которые смотрят это гармонично, они успокаиваются, и все хорошо, жизнь прекрасна, удивительна. Иногда я на кусочке полотна еще не на тот кусочек, который зажег это полотно, потому что полотно такое трудное. Я уже не могу, но мы можем вот этим, каким-нибудь гений, вот этот последний маленький, вот такой кусочек, помыслить, и сгорит все полотно, сгорит все полотно. Да, вот первая шляпка, которую я сделала. Вот эта серенькая, серенькая. Вот видите, это вот сапфетка, из которого делают руки. Да, да, да. Вы там всякие. А до какой степени, когда одеваешься? А там ты и ты, да, через которые делаешься. Тело на тело. Такое тузанского, это вот прямо, знаете, вот, чувствуешь прямо блаженство вот этих вот хэбэшных, на всех старых тканей, которые в детеке, я сейчас здесь помчалки, сделаю вольный класс. Ранее работала с моей вот эти две. Какие подобные. Вот, я уже говорила, что начиналось по трене, вот такие. Все равно я люблю вот эти элегантные такие, элегантные вещи. И веселые тоже, веселые, понимаете? Наша жизнь, она требует и того, и того, и третьего. Вот такие приятные у меня. С гордостью, особенно в хэбэрое, в гордостью моей берет, это просто господин. потому что, когда я сделала, сначала так, и в дальнейшем, я могу сейчас подумать, что за мать явно. Я буду видеть, это мой фильм, и что у вас будет более хорошая. Создать, что у нас сложилось уже много труда, мостов, как говорится, умение, Продолжение следует... Продолжение следует...